Всем привет! Сегодня поговорим про культуру, что это такое и почему ее важно строить. Как вы помните, третья задача, третья роль LCP это шейпить ценности и устанавливать стандарты организации. Как раз таки это является частью культуры. И, наверное, многие из вас слышали эту фразу, что культура есть стратегия на завтрак. Почему же это так? Потому что вы можете придумать любую стратегию, вы можете создать самый идеальный план, но если ваши люди не будут к этому комитить и не будут хотеть и желать этого делать, то, скорее всего, ваша стратегия не выполнится. И вообще, по данной статистике, автор этой фразы приводит, что чаще всего люди уходят не потому, что компания или лидер, а люди уходят из культуры, что им не нравится какая-то культура, в которой они находятся. И, как и у всего, у культуры тоже есть свои челленджи. Первый челлендж это определить вообще, что такое культура, потому что каждый определит ее по-своему, а второй челлендж это изменить ее, потому что работаем мы на нее или нет, культура сама по себе она есть, ее формируют люди. Но в идеале это должно стать тем, что мы можем контролировать, что мы можем менять, что мы можем строить. И если определять, что такое культура, то вообще культура, она создает из шести вещей. Да, это элементы культуры. Первое это те истории и мифы, которые рассказываем мы. Это как раз-таки внутри организации, это про наши установки. Это про разговоры, которые мы ведем, это про истории, которые мы рассказываем, да, истории успеха, либо истории неуспеха. Поэтому в этом живет культура. Второе это наши ритуалы и рутина. Это то, как мы проводим встречи, это то, что мы любим делать со своими командами, это то, как мы относимся к работе, да, то есть из каких-то маленьких-маленьких рутина, но как бы наша команда строится. Третье это символы, это более нам знакомо, это наша айдентика, да, это там условно наши логотипы локальных комитетов, это наше лого, наши какие-то кричалки, да, это вот как раз-таки все, что относится к символам. Организационная структура это что-то уже посложнее, это уже более широкое. Это скорее про кто у нас есть, да, там у нас есть проект менеджеры, у нас есть мемберы, у нас есть условно LCP, и важно, как они все взаимосвязаны друг с другом. То есть если там LCP вообще нельзя, мемберу нельзя подходить к LCP, это определенный тип культуры, да, энерархичный. Контрольные системы, это скорее кто контролирует, кто успешен, кто не успешен, как мы определяем, кто остается в организации, кто не остается, и кого мы увольняем, кого нет, кто такой эффективный мембер, кто такой нет, это все тоже часть культуры. Ну и шестой момент, это структура силы. Здесь скорее про то, кто принимает финальные решения. Финальный принимает LCP, если да, то какие, какие решения принимаются командой, какие решения принимаются с мемберами, с проект менеджерами. Это все вкладывается, конечно же, в элементы культуры. И, конечно же, да, там, как так понять вообще, что та культура, которая есть у меня сейчас в локальном комитете, это какая? И когда мы вообще понимаем, что нам нужны изменения в культуре? И вообще очень простой ответ, когда результаты не равны ожидаемым результатам, это значит, что та культура, которая у нас есть, она неправильная, ее пора менять. И очень классный момент, с чего вообще начинается понимание, в какой культуре я нахожусь, это начать слушать людей, начать их слушать, что они говорят, как они отвечают, отвечают, о чем они говорят, потому что культура на самом деле живет в языке. И первый момент, как вы можете начать понимать, какая у вас сейчас культура, и начать ее менять, это начать язык, да, начать менять свой язык, то, как вы разговариваете и то, о чем вы разговариваете. Вот, поэтому, чтобы понять, где вы находитесь, понаблюдайте за своей командой, понаблюдайте за собой, за своим советом, вообще о чем сейчас ваша культура, исходя из ваших разговоров. И здесь я прикрепляю к вам тест Вы можете пройти этот тест со всей командой Взять среднестатистическое и понять, на каком уровне культуры вы находитесь Концепция будет строиться по пяти уровням культуры Может быть, вы слышали про книгу «Лидеры племя» И как раз таки в этой книге рассказывается про то, что существует пять уровней культуры Когда вы пройдете этот тест, вы поймете свой И что важно понимать, нельзя скипануть какой-то левел То есть если вы находитесь на втором, вы не можете сразу встать на четвертом Вам нужно будет перейти на третий, чтобы потом перейти на четвертый То есть это такой эволюционный процесс И первый уровень культуры характеризуется как «жизнь дерьмо» То есть люди на этом уровне в целом вообще не воспринимают жизнь Им супер не нравится, что происходит При этом они сами с этим ничего делать не хотят То есть это такой уровень уличных бандитов Они верят, что нет вообще никакого выбора И жизнь вообще несправедлива к ним Все, что с ними происходит, это вообще какая-то ошибка вселенной Они верят, что они уникальны, они суперклассны Но как бы другие вообще просто их отвергают И это проблема других людей, а не конкретно этого человека Ну и третье, они вообще отрицают все, что существует И они такие, знаете, скептики, пессимисты В общем, ничего в этом мире не принимают Ну, чаще всего это такое, я говорю, это очень малый процент населения В основном это те, кто там особенно бездомный Да, вот они вот на этом уровне Ну и чаще всего какую фразу вы можете слышать в их языке Это то, что там, ну, жизнь, жизнь не очень Жизнь камняшка, да, там что-то не вышло Да Второй уровень культуры Это когда ты уже начинаешь признавать, что моя жизнь не очень Да, вот как-то моя жизнь дерьмо И такие люди, они уже как бы винят не внешние обстоятельства Они винят себя за то, что происходит И что мы можем у них наблюдать, да Что они такие пассивные, пассивные, пессимистичные Что я сделала это один раз, это не работает Вот это не работает Мы это уже пробовали Вот не получится у нас больше Неважно, вынесли мы уроки или нет Да Они часто обвиняют менеджеров Они часто обвиняют своих лидеров о том, что Они не очень довольны своей жизнью Они несчастливы, потому что вот кто-то Потому что их менеджер, потому что их лидер Потому что их кто-то еще Мама, папа, дядя, тетя Ну и они, конечно же, вообще не принимают никакую ответственность И они часто же действуют как жертвы Да, кто-то виноват, я вообще не виноват Но, да, как бы Есть такой момент, что уже хорошо, что они не винят жизнь во всем Да, они как бы видят, что их жизнь не очень И чаще всего, что вы можете слышать в их языке То, что, о боже, они меня не ценят Я, меня не могут оценить по достоинству Или я вообще за это не ответственен За это ответственный другой человек Там, условно, мы не можем это принять Это вообще не по нашим правилам Вот это то, что вы можете слышать часто в их языке Есть третий уровень культуры Здесь еще чуть-чуть посветлее Третий уровень культуры называется Я окей Да, я классный Я клевый И есть у этого продолжение А они нет То есть я клевый, а они не клевые Да, здесь уже у человека появляется какая-то самооценка Как мы можем понять Да, здесь победа для них это что-то супер личное То есть мне не важно, что другие что-то добьются Мне важно, что я хочу, я должен этого добиться Второй момент, что вы часто можете у них услышать Что я даю больше, чем я получаю Что, о боже, то, что я делаю Это не равно тому, сколько я получаю взамен Да, там, не знаю, опыта либо денег При этом они, у них часто в голове такое сидит Что, ой, я боюсь, что другие поймут Что я не такой, не так хорош, как они думают Да, я боюсь, что вот они все поймут Они как бы оценивают, оценивают других людей По личным стандартам То есть, условно, этот человек не очень Потому что, ну вот, по моим критериям Этот человек должен быть таким Да, у них вот есть какая-то вот личная внутри Личный внутри фильтр Они очень часто жалуются на время и на людей Я не успеваю, мне не хватает времени А вот этот человек вот это не доделал Поэтому я здесь где-то что-то не сделал То есть, они вот постоянно как-то на людей На время жалуются И им не хватает человеческого тепла Они, в принципе, да, такие достаточно немного холодные люди И у них нет какой-то человеческой эмпатии Вот, это вот то, что присуще такому Третьему уровню культуры И хороший вопрос может быть, да, что же останавливает людей От хороших результатов на третьем уровне Потому что, в принципе, можно увидеть, что Окей, они готовы к достижениям, да, они как-то Даже вроде бы работают, что-то дают Но вот что их останавливает? Останавливает, как суперпростая вещь То, что, знаете, когда люди живут в режиме я-системе Да, они вообще не способны оставить хоть какое-то легоси И когда люди находятся на третьем уровне Они чаще живут в я-системе И им не хватает перейти на мы-систему Потому что только когда ты находишься в мы-системе Ты можешь сделать какой-то правдозначимый вклад Оставить легоси И сделать так, чтобы твое дело не умерло И чаще всего так происходит, что человек что-то создает И он все это время работал из эго Что приходит следующее поколение И оно просто разрушает все, что сделал другой человек Просто потому, что вот этот человек Он не мыслил с точки зрения мы-системы Да, с точки зрения я-системы работал И когда ты начинаешь переходить на мы-систему Появляется новый четвертый уровень Который говорит про то, что мы классные Вот, мы классные И, конечно же, здесь есть продолжение А они нет, они не классные Вот, мы классные как команда, да, там, они не классные Или мы классные как локальный комитет Они не классные И у четвертого уровня тоже есть свои особенности У них есть какой-то общий оппонент При этом, что важно понимать Этот оппонент может быть даже какая-то проблема Да, условно там Мы как организация классные А вот наша политика не очень Ну, вот оппонент не обязательно должен быть Какая-то группа людей Либо человек Это может быть даже проблема, да, какая-то То есть вообще четвертый уровень считается Одним из самых таких сильных уровней Потому что, как мы с вами дальше поймем На пятом уровне невозможно находиться постоянно Ты можешь только временами перепрыгивать Поэтому иногда оппонентам может быть просто проблема Типа не классно, например, когда мир бедный Поэтому мы стоим против этой проблемы И что важно для них Чем сильнее их противник, тем они сильнее Чем сильнее эта команда То есть чем сильнее проблема Чем сильнее другая организация Чем сильнее другая команда Для них это вызывает прям такое Дух соревнования При этом у них есть очень чистое такое намерение Они понимают, ради чего они существуют Они понимают, чего они хотят И у них есть общие ценности У них есть то, что их объединяет и делает их, вот эта группа людей, какую-то команду, в которой они собрались. И у четвёртого уровня, да, как я уже сказала, это вообще такой идеал, к чему нужно стремиться, есть несколько принципов. Первый принцип, что тебе нужно определить свои ценности прямо сейчас, да, и свои ценности, и ценности команды, чтобы понимали вообще, как вы живёте и кто вы такие все вместе. И, конечно же, определение ценностей и определение какой-то такой чистой идеи – это процесс. То есть это не бывает такое, что вы один раз определили, раз и навсегда, и всё, да, и там вот эти, типа, незыблемо на камне. Нет, вы это постоянно обсуждаете, потому что люди развиваются, люди совершенствуются, и взгляды на ценности и на идеи тоже меняются. Второй важный принцип – это то, что важно определить вот эту какую-то чистую цель, ради которой вы хотите быть здесь, ради которой вот будет существовать ваша группа. Да, и это вот часто мы в айсике называем видение, то ради чего мы вообще работаем здесь, ради чего мы приходим в организацию. И, да, вот тоже, как бы, мы делаем это в самом начале срока, и стараемся через каждые полгода это reinventить, да, потому что тоже мы растём, и, возможно, наше видение, оно может где-то стать сильнее, где-то может стать лучше. И что здесь важно, важно всем согласиться, что вот это наше видение, и я подписываюсь под этим видением, и я согласен, что вот это то, что будет важнее для меня, чем я сам. И когда будет сложный момент или будет сложный какой-то кризис, я буду понимать, что вот это видение, вот эта цель, она первичнее. И не важно, что я чувствую, не важно, какое у меня эго, видение важнее. И вот важно, чтобы все это проговорили, и вы, и каждый услышал, что да, каждый готов. Есть третий принцип. Здесь над этим видением, да, ну вообще, в целом, не на четвёртом уровне, можно работать в триадах. То есть если на третьем уровне мы работаем больше в синергиях по два человека, то здесь классно объединять людей по три, по четыре человека, потому что люди на четвёртом уровне умеют выстраивать связь не только с одним человеком, но могут выстраивать с несколькими людьми и умеют находить сильные стороны друг друга и вместе совершать работу. И здесь, да, как раз-таки с каким подходом можно подходить к каким-то задачам, это какие люди, какие триады могут нам помочь решить какую-то проблему, да, идентифицировать, помочь, чтобы мы точно могли это решить, исходя из наших сильных сторон. И такой, наверное, базовый принцип, да, что лидеры, сами лидеры должны следовать базисным ценностям той команды, организации, либо, не знаю, там, трайба, да, в котором они присоединились, которые вот они сами и подтвердили, да, что мы следуем этим ценностям. В первую очередь сам лидер должен следовать, потому что иначе, если лидер не следует, то он дает красный, точнее, зеленый свет тем остальным людям, что вот можно и не следовать, да, а если ты не следуешь, то ты сразу спускаешься на третий уровень автоматически. И что классно, у нас как у организации есть ценности, у нас есть прекрасные шесть ценностей. Здесь я приведу вам несколько вопросов, которые вам может быть полезно обсудить с командой. Расскажите друг другу истории, когда вы как команда, либо каждый отдельный человек осознали одну из этих ценностей. Но вот этот момент, когда вы осознали, это значит, я это четко прожил, и я прямо понял, что эта ценность моя. Поделитесь этой историей. Второй вопрос, который я вам предлагаю обсудить, это оцените, как ваш локальный комитет проживает каждую из этих ценностей, да, что, как это, в чем это отражается, как вы понимаете, что вы живете, либо не живете по той иной ценности. Третий вопрос, который может вам помочь. Какие три вещи мы можем начать делать как команда, да, чтобы дравить эти ценности? Вот буквально, давайте начнем с маленьких шагов. Три вещи, вспоминаем, что культура живет, да, там, в символах, в разговорах, вот что нам нужно начать точно делать. И третий момент, какие три главных разговора мы должны дравить сейчас в нашей команде, да, чтобы мы начали и могли следовать этим ценностям, потому что помните, что культура живет в языке. И если вы сможете сохранить себя на четвертом уровне, то вы сможете иногда повышаться на пятый уровень. Пятый уровень, он требует, когда случаются какие-то кризисные ситуации, когда случаются планирования, либо не пленнинги, и он звучит как так, что мы здесь для нашей цели. Сложно думать постоянно о цели, да, именно поэтому пятый уровень, он не может быть постоянным. Но если ты находишься чисто, искренне на четвертом уровне, тебе очень легко всегда переходить на пятый уровень. И да, я вам прикреплю файл, опять-таки вопросы, на которые вы можете ответить, чтобы посмотреть, что можно начать делать в каждом уровне культуры. Что важно, важно пройти тест, понять, на каком вы уровне, и понять, с какой следующий уровень вы можете перейти. И исходя из описаний каждого уровня, который я вам привела, вы можете понять, переходите вы туда или нет, и понять, что вам важно начать делать для того, чтобы дойти все-таки до четвертого уровня, и на четвертом уровне уже достигать всех своих целей, с наслаждения, в сильной команде, воспитывая правильные ценности, воспитывая правильных лидеров. И да, последнее, что хочется вам напомнить, что культура — это про людей. Да, и очень часто, когда мы фокусируемся на результатах, это не равно того, что мы уже получаем результаты. Потому что в конечном итоге, если вы прочитаете эту фразу, то вы поймёте, что результаты — это равнодействие, основанное на ценностях. И культура вся, да, вся культура, она, конечно же, складывается из наших ценностей. Да, поэтому не забывайте про это, и я надеюсь, что данный вебинар вам поможет. Продолжение следует...